девица просто зараз най пристрастнейший наречений усих сезонів я зовут денис альфа есть штуки от которых я получаю безумное удовольствие это спорт это секс я не знаю что мне больше нравится спорт или секс да є безцінні поради чоловікам если женщина будет вести себя плохо и выносить тебе мозг делай так чтоб секс затмил ее глаза вим зустріне жінку своєї мрії она меня положила фактически у своих ног супер все все хорошо він підкорюватиме її своєю сміливістю і шармом любви моя проте чим можливо побудувати родину лише на пристрасті не интересуюся моєю жизнью моими привычками обо мне изменить ничего не возможно чак обиделся это его проблем фраза которая меня просто убила я не сталкиваюсь девушками которые так реагируют парадоксальная ситуация страсти есть чувства есть любовь есть а пара разрушается я не увидела вообще ничего ровно ничего одружение на ослепь я настоящий принц перси найкращий холостяки з різных куточків світу а а а а а а а а я подарок я приз prism я я таки идеальная девушка влаштувати доли двух самотних сердець берутся найкращі психологи країны Олена Любченко. Кандидат психологических наук. Эксперт с отношениями. За ради кохания можно сделать все. Егор Тополов. Доктор психологических наук. Засновник психологического центра «Топсенс». Из-за прежних обид можно не увидеть возможности, которые дают жизнь. За правилами проекту наречені вперше побачать один одного на власному веселье. У меня реально закружилась голова. Вони проживут разом сім днів під одним дахом за спільний бюджет. Здесь нет денег, здесь весь мой внутренний мир. Пожалуйста. В одном конверте? Молодята влаштують один одному випробування. На учасників чекає неймовірний тиждень справжнього подружнього життя. Доброе утро, дорогой муж. Просто сиди, заткнись! Не только ты! Привет, Соня! Все было слишком идеально, слишком. Закончилось. Відверті зізнання. Мы беременны. Найромантичніші побачення. Я в тебя еще больше и больше начинаю любяться. Драматичні переживання. Та толеносне рішення. Розійтися. Не давая себе шанс вы обречены остаться одна без полноценных отношений. Або поеднати свої доли. Насовжди. Самий лучший вообще день в моей жизни. Это настоящее счастье. Пошли. Это настоящее счастье. Он молод, хорош с собой, успешен. У него много женщин, которые интересуются им. Вот только хотела спросить, зачем ему жениться? Денис снова созрел к тому, чтобы выстроить полноценные длительные отношения с одной женщиной. Найти ту единственную, с которой он может быть счастлив. Ну давай больше узнаем о нем и посмотрим визитку. Всем добрый день. Меня зовут Денис Альфа. Я ведущий эксперт по продаже и аренде инвестиций. Я живу в Одессе. Хорошо, хорошо. Мне 35 лет. Давайте еще раз придем. Смотрите, у нас есть Альфа продажа. В принципе, первичная, вторичная недвижимость. Жилая коммерческая, домовая участки. Здесь более-менее все понятно. Почему Альфа? Почему Денис Альфа? Потому что ведущий. Потому что я буду лучше. И я это доказываю с каждым днем. Всем привет. Это Денис Альфа. Ведущий эксперт по продаже и аренде инвестициям. И это утреннее шоу «Позитив». И я хочу рассмотреть сегодня ситуацию. Что такое вредные работники, ленивые? Почему такие появляются? И почему их надо гнать в шею? Есть некоторые штуки, от которых я просто получаю безумное удовольствие. Это спорт. Это секс. Я не знаю, что мне больше нравится – спорт или секс. Мы с моей женой прожили 11 лет. Но в какой-то момент я понял, что что-то не так, нет этого огня, а для меня он важен. И поэтому я решил сказать стоп этим отношениям. Я не хочу в паре дружить. Я хочу страстного, сексуального партнера. А дружить я могу на пенсии. Но на пенсии у меня есть время. Я думаю, что возможно найти в этой жизни партнера для того, чтобы гореть до смерти в 98, в 100 и в 105. Сколько отведено. Кого же хочет Денису? Яркую, эффектную, красивую, обязательно страстную, обязательно с характером и с харизмой. Вот его основные запросы. Обеспечивать – он готов. Поддерживать, защищать – он готов. Заниматься сексом сам собой не готов. Мне кажется, Денису подойдет Виктория. Это очень красивая женщина. Модельной внешности, модельной фигуры. Это самостоятельная женщина, которая сама воспитывает дочь. Ну, давай посмотрим ее визитку. Отлично. Меня зовут Виктория Дубровская. Я живу в городе Венеция. Недавно мне исполнилось 31 год. Я фитнес-тренер. Хорошо. В общем, стараюсь всеми путями помочь людям. Оздоровить их. Так, быстро очистить зубы. Я пока делаю сладко. Меня зовут Маша, мне 10 лет. Люблю я очень сильно маму свою. И что по урокам? По урокам математика. И все? Угу. Мы разошлись с моим мужем, когда я была на седьмом месяце беременности. Я решила, что мой ребенок должен родиться не в такой семье. Я не хочу, чтобы она видела скандалы какие-то, перипетии бесконечные. Зачем это нужно? На раз-два. Мы с мамой любим баловаться. Вот когда зима, тогда мы любим играться в снежки. Мой ребенок – это для меня все. Маша, раскачивайся. Раскачивайся. Ну вот, если я смотрю на мужчину, мне важно, как он относится к моему ребенку. Если он к ней относится или плохо, или никак, или вот так вот с натяжкой, этот мужчина, как бы он мне не нравился, но он автоматически пропадает из моей жизни. Она такой ребенок, что она заслуживает счастья. Она очень хочет папу. Да я не могу сказать, что я не хочу мужа. Лена, ну, безусловно, очень интересная, яркая, красивая женщина. Я почему-то уверен, что она зацепит Дениса. Виктория не отличается большой гибкостью характера. Все-таки это такой, знаешь, сильный человек. Это сильная женщина. Но Денис хотел харизматичную? Пожалуйста. Кого ищет Виктория? Виктория ищет прежде всего мужчину. Это не должен быть рохля, размазня. И человек, который сядет ей на шею, это должен быть мужчина, лидер, партнер. Ну, то есть в этом смысле Денис, конечно, прекрасная пара для нее. Ну, то, что страстью будет в этой паре, я не сомневаюсь. А вот во что они выльются, мне очень интересно посмотреть. Очень интересно. Дяденька, здравствуйте. У меня для вас пригласительные на вашу свадьбу. Класс! Ура! Спасибо большое. Эй, вот так вот. Привет. Привет. А где твоя мама? А моя мама там, пошли, покажу. А смотри, в ресторане. Вот моя мама. Добрый вечер. У меня для вас запрошение на ваше власное веселье. Ух ты! Ничего себе! Где ты взялся? Такой кудрявый. Шановная Виктория, я запрошу его на ваше власное веселье. Нареченый уже вас чекает. Я чувствую, что у меня достаточно четкий боевой настрой. Хочу быстрее увидеть мою жену. Мне очень интересно, как она выглядит. Она очень вздуманчивая, завораживает. Ты переживаешь вообще? Конечно, я переживала очень. Помоги мне бантик завязать, пожалуйста. Ну как? Шикарно уйдешь. Да? Напутствие о Денис Альфе для себя. Если женщина будет вести себя плохо и выносить тебе мозг, делай так, чтоб секс затымил ее глаза. После того, когда я собралась с братом, мы присели на дорожку. Я просто честно не знаю, каким он будет, но я очень желаю тебе счастья. Искренне. Спасибо. Все будет хорошо, я так думаю. Я тоже очень надеюсь. Возникает интерес, а кто же она избранница, которая готова подарить мне все и даже свое сердце. Я так боюсь озвучить то, что я не хочу видеть, и оно потом сбудется, потому что меня мама называет ведьмой. В общем, не хочу я, чтоб он был низким. Мне кажется, что он может быть клопоухим. И очень хорошие зубы. Я должен растаять, как снег посреди июля. Если этот ток пробьет меня от пяток до кончика головы, то это будет то самое главное, чего я ожидаю. Вот есть такие мужчины, которые излучают энергию мужскую. То есть ты на него смотришь, и ты уже хочешь его себе. Вот такого мне хочется. Я в конверт кладу 3 тысячи гривен недельного бытового совместного проживания с моей женой. 2 тысячи, думаю, гривен на... Даже если он ничего не положит или положит маленькую сумму, я думаю, на неделю нам хватит адекватная сумма, чтобы прожить на неделю. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы ли вы к собственной свадьбе? Готов. Точно? Я очень готов к собственной свадьбе. И в чем это выражается? Полностью все, что я хочу делать, это быстрее жениться. Я тогда вам вешаю символ того, что все уже вы жених. Следуйте за мной в ЗАПС. Да, я готов, потому что я это очень хотел увидеть, кто будет моя возлюбленная. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Этот букет вам. Вы очаровательны. Спасибо. Готовы? Да. Сбежать не хочется? Нет. Замечательно. Я помогу вам с фото. Вот так теперь. Конечно, такое жуткое волнение было. Так вцепилась я ему под ручку, думаю, что я ему эту руку оторвала. Теперь я вас здесь оставляю. Я взял за руку, коснулся ее тела, ее жутко трясло. Она мандраж передавала аж до пола. Выдыхай, 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 выдыхай. Так дышишь тяжело, ты что? Ну так, слушай, страшно. И он такой, не волнуйся, почему ты дрожишь? Я услышала такой голос ничем, такой себе хороший. Ну, думаю, уже легче. Он меня взял за руку. Одно прикосновение настолько, настолько оно было многословно, что, не знаю, мне стало спокойно. Для того, чтобы зарегистрировать ваш шлюб, я хочу запитать вас, Денис, чи с доброю волю та за власним желанием вы берете нареченную Викторию соби за дружину? Так. Виктория, хочу запитать вас, чи с доброю волю та за власним желанием вы одружаетесь? Да. Зараз я прошу вас обмінятися обручками. Денис, с первой. Рука моей жены нежная, красивые пальцы, гладкая кожа. Ну что ж, а зараз найхвилююча мить. Денис, вы можете поднять фату и поцеловать Викторию. Да, она меня положила фактически у своих ног. Ну, первое впечатление я могу сказать, что супер все, все хорошо. Конечно же, у меня возникло желание первого поцелуя, страстного, потому что она мне безумно понравилась. Горька! 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 Это такая страсть была, вау! Интимно такой поцелуй был очень интимный. Поцелуй был очень-очень вкусный. Он был сладкий, как подснежник из-под снега. Яркий, с легким, с легким таким запахом удурманивающим. Ну, что вам сказать. Конечно, мне понравилось, но все-таки, вы знаете, я же девушка. Это первый раз, я же должна как-то, я не знаю. Горька! Горька! Так, хорошее начало. Да, начало. Горячее. Честно, первый раз вижу, чтобы она вообще на моих глазах с кем-то целовалась. Я в шоке, типа максимально. Огонь в глазах. Серьезный шаг в наше светлое будущее. Я на это очень надеюсь. Ну, я не спорю, что меня захватило. Я не спорю, я этого не отрицаю. Он меня захватил. Спасибо. Я очень надеюсь, вы сделаете все правильно. Да? Да. Но сестру тебе достаю сразу. Именно так, сговор у меня короткий. Именно так. Нам показалось, что она ему очень понравилась. Я думаю, что они вообще смотрятся гармонично так. Денис вот взял меня за руку, и вот он, ну вот целую церемонию, он меня не отпускал. Это настолько трогательно и заботливо, то есть мне это так понравилось. Я, честно говоря, к такому не привыкла. Это здорово, в общем. С завтрашнего дня вы будете отдавать друг другу задания и проверять, подходит ли этот человек вам на самом деле в качестве партнера по жизни. Поэтому я хочу вам вручить ключи от квартиры, которая будет вашей на эти семь дней. Визуально картинка красивая – это здорово. Нужно понять, что мы в сексе друг другу подходим. Я ж как киверест. Нужно несколько подходов, чтобы меня полностью покорить. После всей этой церемонии за нами приехал патибас. Прикольно. Мы начали сходить с ума. Начали веселиться, танцевать и переводить строгие церемониальные отношения просто в безумный, в безумный поток энергии, хаоса. Целый путь огней. Так романтично было, классная музыка. Это так было здорово. Ну скажи, что ты подумал, когда первый раз меня убедил? Только честно. Классно. Красивая. Безумно красивая. Я бы тебя не целовал, если бы ты была некрасивая. Было притяжение, однозначно было. Мне кажется, что у него точно так же. Но это было нельзя не заметить. От меня глаз не отрывал. Он так на меня пристально смотрел. Я думала, что он меня съест вообще. Что ты хотела получить, когда ты шла на проект? Внешне я тебе могу так сказать, что все нормально, все устраивает. Троечка с плюсом? Нет. Пятерочка с минусом. Что нужно исправить? Все сантиметра два. В чем? Бросьте, там не знаю. Перед вами одна из самых популярных игр всех времен и тусовок. Чтобы узнать друг друга получше, вы можете задать вопрос на одну из перечисленных тем. Нужно было попасть монеткой в стакан и цвет в стакане определял вопрос. Я знаю, ты нарочно в него целился, в этот красный цвет. Это честно. Да, я хочу, чтобы ты рассказала отношение к сексу и своим тайным желаниям. Все-таки я не называю это сексом. Я сексом не занимаюсь. Я занимаюсь любовью. Моя любимая жена сказала правильные вещи, я с этим полностью согласен. Так, опыт прошлых отношений. Что ты подчеркнул для себя из твоих прошлых отношений? Что я могу сказать по этому вопросу? Даже не знаю. Больше ценить, больше любить, больше купать в любви, заботе внимания. То есть получается, что в прошлых отношениях ты проявлял этого мало, да? И поэтому сейчас ты понял, что надо больше? Я думаю, что не было мало, но это всегда нужно делать больше. Какой-то очень такой размытый ответ, честно говоря, я бы хотела что-то поконкретнее. Конкретизируй. Конкретнее. Чему ты научился в прошлых отношениях? Что ты не будешь делать в наших отношениях? Потому что ты в прошлых отношениях его сделал, и это было плохо. Сложно сказать, что было плохо в прошлых отношениях. То есть все было хорошо? Было хорошо, пока эмоции не прошли. Не было таких категорических ошибок, поэтому я не могу сказать тебе ответ, потому что я не знаю. А эмоции прошли с твоей стороны? Эмоции прошли с моей стороны. То есть любовь прошла? Любовь прошла. Ответы были, ну скажем так, не такие, вот ответил я ответил, без разглагольствования. Окей, ладно. Я хочу понять, какая она в сексе для меня. И только потом мы уже будем разговаривать, кто, чтобы устраивать какие-то взаимоотношения, разговоры и все остальное. Потому что если мне в сексе человек будет не подходить, то бесполезно, кто с кем как разговаривает. Мы не дружить собрались. Ситуация понятная. Виктория хочет говорить, узнать больше о нем, а Денис просто хочет ее. Ему не интересует ничего другого, у нее все мысли об одном. Он, мне кажется, чрезмерно самовлюбленным, нарциссичным. Безусловно, любой продажник, самовлюбленный, а он продажник, в чем его и плюсы и минусы. Он продает прежде всего себя. В начале отношений это очень хорошо. Но в этом есть и большой минус. Когда человек продает определенный образ себя, он не искренен. И любая женщина, которая начнет испытывать к нему искреннюю симпатию, почувствует эту ложь. Может быть, поэтому у Дениса и нет длительных отношений. И я не знаю, как это подходящий момент или не подходящий. Я должна тебе сообщить о том, что у меня есть ребенок. Ребенок? Да. А почему это может быть подходящий или не подходящий момент? Ну, все-таки я не знаю. Может, надо подождать какого-то другого момента. Лет 20, когда ребенок вырастет и уйдет из дома. Ребенок в ее жизни играет самую главную роль. Я понимаю, как это важно. Но как бы мама не преподносила своего ребенка, не пыталась выстроить отношения, ребенок сам может принять или не принять. Уже все зависит от ребенка и заранее здесь очень сложно что-то спланировать. А у тебя есть здесь? Да. Кто? Девочка. Сколько лет? 13. Ого, взрослая. Окей. Не знаю, или могло бы быть лучше, но меня все устраивало. Какая штука. Наверное, этот шарик для нас. Я так тоже думаю. Давай мы его отпустим в небо и загадаем желание. Давай я, а потом ты. Давай. Дополнишь меня, если что, да? Да. Давай загадаем, чтобы то, что сегодня началось, ну, было не то, что вечно, ну, хотя бы на всю жизнь. Мне даже нечего добавить. Да? Да пусть наше желание сбудется. Полетел. Смотри! Вау! Вау! Поехали, понимаем мюзиць. Согласен? Да, поехали. Я понял в тот момент, что я готов дальше идти шаг за шагом, брать его за руку и идти с ней по жизни. А дальше у нас будет следующий этап – это секс, а дальше последующий этап, третий – это бытовых. То, что разрушает 85% семей. Ничего себе. Да? Да. Нормально. А это моя спальня. Откуда ты знаешь, что это твоя спальня? Ну, моя, кто будет спать на этой кровати? Я буду спать. Смотри, какой красивый вид. Вау! Безумно красивый вид на Киев. Здесь можно признаваться в любви, здесь можно заниматься сексом, здесь можно все, что угодно делать. В общем, это тебе подарочный сертификат в тату-салон. Потому что я хочу, чтобы у моего мужчины была татуировка. Где? Ну, мы с тобой решим. А ты как к этому относишься? Нормально? К татуировке или? Ну, пока тебе не готов сказать. Мне очень нравится, когда на мужских или женских телах красивые тату. Ну, тут в этом плане я готов только наблюдать, но себе я не готова наносить тату. Я хочу подарить тебе подарок. Он очень скромный. Он олицетворяет то, что я хочу для тебя. Смотри. Это черные щелки и красная помада. Для меня красная помада – один символом жеткой сексуальности. Это яркий силуэт сексуальной женщины. То, что я люблю. То, что меня возбуждает. То, что заряжает энергией. Ты извращенец. Понятно. Ну, к такому, точно, к такому подарку я не была готова. Потому что человек чересчур откровенен. Черные щелки всегда смогут подчеркнуть мои самые сексуальные. Красивые ноги. Тут сразу намек на постель. Черные щелки, красная помада. На что это похоже? Не на постель? На постель. Мы, конечно же, будем вместе. Для того, чтобы мы понимали, какая у нас взаимосвязь сильная. Или слабая. Я думаю, что она меня хотела настолько, что у нее аж сводило скулы. Нет. Сегодня мы не будем понимать эту связь. Сильную или слабую. Сегодня пока посуем отдельно. Хорошо. Все? Договорились. Ну ладно. Я тебе желаю спокойной ночи. И тебе спокойной ночи. Может быть, он надеялся где-то все-таки. Потому что такой вечер удачный был. И все. Ну извините, пожалуйста. Я не могу сказать, что я чересчур скромная девушка. Ну просто я хочу к себе уважения. Может, она видела это по-другому ситуацию. Может, я должен был завоевывать. Ей дал возможность побыть на своих мыслях, повариться, что я вообще нужно. Нужен я или нет. Да, но Денис и не скрывал того, что для него сначала секс, а потом все остальное. Правда, вопрос, будет ли вообще все остальное? Ну, во всяком случае, тут точно Виктория показывает себя как человек, который намерен строить серьезные, долгоиграющие отношения. А не бросаться в постель с первым мужчиной, который вызвал у нее страстное желание. Когда настало утро, я разбудил свою любимую жену и предложил сделать ту-турунюю зарядку. Так, ты мне покажи, как ты приседаешь. Я правильно приседаю. Нет, ты мне покажи. Это было очень актуально, это было очень уместно. Молодец. У него фигура супер. Я могу? Нет, я хочу без тебя. Ну, я ее веду без рук. Давай, попробуй, сейчас не понравится. Может, я здесь, ну, никогда, никогда так не приседала. Я всегда сама приседаю. Ну, да. Да, он тактильно приятно. Приятно ее утрогать. Мне было интересно посмотреть, как она ведет. Ну, и заодно были Вишненька с Аней, которые, вау. Вот так вот. Оп-па. Я все безумно нравилась. Шаг за шагом. Касание, поцелуи, то, что происходило в ее глазах, реакция. Это то, что я люблю. Если честно, и его ко мне тянет, и меня к нему тянет. Первый этап точно пройден визуально, как она выглядит, как она пахнет, как она двигается, как она себя ведет. Было очень-очень круто. Значит, по плану у нас была раздача заданий друг к другу на эту будущую неделю. Смотри. Первое. Это. Сексуальность. Не напрягайся. Меня просто испугали этих первые четыре буквы. Я написал, что для меня важна сексуальность, потому что без этого не может быть пар для меня априори. Потому что домохозяйка в бигудях и в классном халате, это, конечно, хорошо и в банных тапочках. Но когда девушка встает на шпильке, когда она в черных щелках, когда она в яркой помаде, когда ты смотришь и шитаешь, это то самое главное для мужчины, что может быть. Неужели для человека приоритетнее узнать про мою сексуальность, а не про то, что у меня делается внутри? Второе, что мне важно, чтобы девушка была... Как ты думаешь? Девушка должна быть... Девушка-огонь. Почему? Я публичный человек, я постоянно общаюсь и в эфирах, я постоянно общаюсь с клиентами, встречаюсь разного уровня. Но вопрос в том, что мне очень важно, что если я тебя выберу на свою встречу, ты была таким огнем, чтобы в любой компании все понимали, вау! Значит, что получается, для него социум, для него постороннее мнение интереснее и важнее, чем то, что делается у меня. Защитник. Что это значит? Я хочу, чтобы ты умел меня защитить. Ну, у меня в жизни было несколько ситуаций таких, когда мне пришлось самой себя защищать. Темная улица, подходит выпивший пьяный мужчина, а я стою с молодым человеком, ну и вместо того, чтобы как-то там спросить, что ты сюда идешь, он взял телефон и ушел. Пошел разговаривать. А я стою на остановке, глаза вот такие вот. Я первый раз заплакала. Все понятно? Хорошо. Договорились? Теперь проверяем друг друга. Для нее это было важно, и поэтому это для меня важно. Давай считаться. Давай. Скрываемся. Я положил бюджет в 3 тысячи гривен, потому что я хочу посмотреть, как ты будешь себя вести при таком бюджете, потому что это бюджет такой очень близкий к минимальному недельному бюджету. Абсолютно адекватная сумма в 3 тысячи, положенная Денисом в конверт. Ну, подожди, так, а мои есть? А я не знал, что твои будут. То есть ты думал, что я приеду без денег? Я думал, что моя жена приедет с любовью. Круто. Такая позиция мужская. Мне нравится. Как ты считаешь, если бюджет семейный на неделю у меня будет храниться, я буду козначением. Ты согласна? Да, конечно. Я хотела тебе предложить. Я тебя обожаю, обожаю. Слушай, а соль, перец у нас есть? Соль, перец у нас нет. Когда мы приехали в супермаркет, у меня было ожидание, наверное, не меньше, чем когда я открывал фату. А вот ты хотела еще сладкое. Я тунец еще возьму? Нет, так нет. Потому что покупка в супермаркете с женщиной иногда сложнее, чем секс. Паста, крупы. Шоколад есть? Мясо в стейке не берем, ладно уже. Ладно, зачем ты фольгу брала? Что ты будешь запекать? Мандарины? Сливочное масло не берем. Сливочное масло не берем. С ним покупки приятно делать. Спокойно. Знаешь, там, где нужно, поторопил. Я предлагаю двигаться быстрее. Блин, что ты орешь на меня? Там, где нужно, подсказал. Крупа греча на ядрите першу гатунгу. Объясняю, жареная или зеленая? Это полезнее. Вот это какая? Это жареная. Подходит жареная. С моей женой неимоверно удобно делать покупки. Все было быстро, так как у мужиков это происходит. Значит, лимон, чеснок. А чеснок вам не нужен. Супер. Я очень благодарен моей жизни. Любимая. Он не сказал, он прокричал. Все люди обернулись. Я тебя люблю, обожаю. Моя любимая жена. Что это значит? Вот такое у меня, честно говоря, пубум по голове. Меня это насторожило, Илья. Я люблю тебя. Может быть, для человека понятие любви и влюбленности одинаково. Но для того, чтобы сказать человеку, что я тебя люблю, нужно прожить жизнь. Знаешь, я все же вчера больше с тобой в масле-то не буду ходить. Вода. Я тебя тоже люблю. Паста. Паста. Не подлизывайся. Любовью это назвать сложно, потому что любовь это совсем другое. Любовь не начинается быстро и тем более быстро не заканчивается. В общем, как спичка. Он загорелся, пламя сначала яркое. А вот как долго оно будет гореть. А любовь это же не страстное сиюминутное влечение. Это длительное чувство. После того, как мы приехали из супермаркета, я решила приготовить ужин. И, соответственно, сидя за столом, вот эти вот моменты по поводу признания в любви, ну, хотелось бы мне выяснить. Глядя по твоим удивленным глазам в супермаркете, ты вошла в стопор, когда я тебе сказала, я люблю тебя. Но это не игра на публику. Зачем мне играть на публику? Для каждого человека понятия любви разные. Для него хотеть заниматься любовью, это уже любовь. А для меня любовь это забота, это внимание. И когда у тебя были последние отношения? Думаю, год назад. И как долго они были? Год. И что не так? Хотели меня изменить. Кардинально или какие-то просто коллективы вместе? Я не выяснил. Ну, зачем? Ну, вы мне изменить ничего невозможно. Он так вот это вот его, как ужик на сковородочке извивается, правду не говорит. Обрати внимание на его постоянный акцент на том, что он не будет, не хочет меняться. Да. Денис категорически против любой ломки себя. Он не любит и не готов ни к каким отношениям, где его будут менять. Поэтому женщина, которая будет с ним, должна будет делать это очень мягко. Ну, ты, наверное, тоже обратил внимание на этот интереснейший момент, когда Вика вдруг превращается в Виктора. Вот сейчас допрос ведет Виктор. Мне важно все, что связано с тобой. Понятно. Твой ребенок, твоя мама, твои родные. Точно так же я хочу, чтобы тебе было интересно и все, что связано со мной. Конечно, если ты меня любишь. Давай, вот, я за тебя. Я не задал много вопросов, потому что не каждый в паре готов говорить обо всем. У кого-то какие-то прошлые опыты, боли, страхи. Мне важно выстраивание вот таких тонких отношений с ней. И поэтому я не хочу травмировать вопросами в лоб. А чего, а чего, а чего, а чего? Мне это неинтересно. Это не мое. Ну, а почему ты не говоришь за мою дочку? Ничего. Ну, я слушаю, как-то от нее готовишься. И дальше по поводу там, что может быть. Давай мы пройдем эти семь дней. Все, окей. Ты увидишь... То есть, получается, от семьи не должна тебя требовать чего? Нет, ты можешь от меня требовать все, что ты считаешь нужным, но... Не факт, что я его получу, да? Нет. Возможно, что ты увидишь какие-то для себя стороны, которые тебе не нравятся. Я же не идеален. Странноватенько, да? Что я как бы завожу диалог, и получается, что у меня разговор исключительно про него. То есть, ему, походу, все равно. В сочетании там признался в любви и ничего обо мне не спрашивает. Я не знаю, я с таким не сталкивалась. Я не задаю там 50 вопросов. Я вижу себе идеальную картинку «то-то когда?» Когда есть яркие сексуальные отношения. Давай мы будем закрупляться. Я помою по сути. А ты иди отдыхай. Спасибо тебе большое. Хорошо. Я хочу очень, чтобы он интересовался мной. Да, вот тут, мне кажется, уже какой-то серьезный такой момент наступил. Раньше Виктория принимала какие-то такие поверхностность Дениса. А сейчас видно, что ее задело. То, что его абсолютно никаким образом не интересует ничего, кроме Виктория сексуальный партнер. Вот так. Я забыл, пьет моя жена с сахаром или без сахара кофе. Так, я ложу одну. Надеюсь, что это я угадал. Он мне принес и грейпфрут, потому что я его очень люблю. Я от этого отвыкла. У меня такого не было. Быстренько это все. Кушаем. Собираемся. Делим нас задание для тебя. Защитник. Я человек отходчивый. И даже если меня где-то что-то не устраивает, я потом забуду, и все равно я скажу, что он хороший и неплохой. Долго думала я, как бы понять, насколько ты у меня большой защитник. И вот придумала, что в таком месте, как пожарная часть, знаешь, я думаю, здесь вот можно тебя хорошенечко проверить. Я не знал, что это будет, как, я никогда это не видел, в отличие от соревнований, которые проходят пожарники на стадионе. Ну что же, вы пришли в правильное место, где можно проверить силу, волю, выдержку. Для начала переодевайтесь. И я не понимал, что там будет. Но я понимал, что у меня есть чувство спокойствия, я зайду и сделаю. Итак, Денис, первым этапом будет 100-метровая полоса препятствий. Набираешь разбег. Когда я видел всю обстановку, я вообще не переживал, потому что я с детства бегал, и это все мне знакомо. Я понимал, что, может, я справлюсь, может, нет, но мне точно будет несложно. На старт. Внимание. Оп! Выкидываем линию. Нижние полугайки между собой. Так, нижние между собой. Так. Есть. Вол, беги, 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 на ходу это все, на ходу. Я был уверен полностью, что я все сделаю. Был вопрос с высотой, потому что это специфическая очень нагрузка, к которой надо привыкать. Я вот так вот ходила, видели, не видели, я не знаю, я вот так вот и молилась, и пальцы держала, чтобы все было. Герой. Спасибо. Ну что, Денис, сегодня осталась судья от испытания, самое сложное. Мы находимся в дымокамере. Здесь условия максимально приближенной к реальности. Ты за 2 минуты, максимум 2 минуты, должен уйти человека и спасти его. Это человек, это твоя жена. Угу. Эмоции меня переполняли, потому что я сижу в этом шкафу, такая какая-то сирена, крики, это все мигает. Я, конечно, испугалась. Это страшно. Я пытался максимально это сделать быстро, потому что мне должно было 2 минуты. Когда я этот манекен вытащил, а он тяжелый, неудобно было с ним идти, я думал, все, я сделал задание. Денис, ты чего? Какой манекен там, жена твоя? Кидай, кидай его, билон, билон, назад, ищи. Видимо, он ему был симпатичнее, покрасивше, чем я. Все, молодец. Я не пропаду с тобой. Испугался за меня? Конечно. Я тоже испугалась. Думаю, а вдруг не найдешь. Один из-то смысл задания вообще не понял. Виктория хотела увидеть, может ли он защитить ее, может ли он поставить ее на первое место и защищать то, что для него важно. А он, его цель была справиться с заданием на время. Поэтому он схватил манекен, а не жену. Мне кажется, вообще он воспринял это задание как возможность покрасоваться. Он и это умеет, он и через стены перелазит. И это для него не проблема. То есть он кругом красавица, у нас парень. У меня для тебя есть задание. Если ты помнишь, одно из важных для меня моментов в жизни – это то, что ты должна быть девушка-огонь такая заводящая вокруг себя публику. Честно говоря, такой подставы и такого коварства, как он мне сделал, я не ожидала. Дивиться далее. Найсерьезнейший испыт пары. Привет. 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 Денис, это моя дочь. И заходит моя мама. Здравствуйте. Боюсь знакомиться с мамой своего мужа. Настанет час відвертостей, який переверна усе життя. Ты не интересуешься моей жизнью, моими привычками. Ну, по мне изменить ничего невозможно. Я не сталкиваюсь с девушками, которые так реагируют. Парадоксальная ситуация. Страсть есть, чувства есть, любовь есть, а пара разрушается. Попереду – відчайдушное противостояние между егоизмом и настоящим коханием. Прямо здесь ты будешь презентовать себя, как фитнес-тренера, и предлагать бесплатный экспресс-урок для тех, кого это заинтересовало. Созвать людей и заставить их заниматься в торговом комплексе. И это неимоверно прекрасное место показать себя, полностью раскрыться. А я в это время буду снимать тебя на свой телефон и выкладывать сразу это в интернет. Ты готова? Нет. Ты сможешь сама зазывать? Мне нужна помощь, ты что? Я же не медитная личность. Я сказал, что я тебя ставлю, причёсываю, как муж, буду людей собирать к тебе, а уже твоя задача, чтобы они не растерялись. Дамы и господа, кто хочет участвовать в съёмках фильмов? У вас есть 5 минут, чтобы вы могли поучаствовать в массовке. Самый трендовый фильм 2017 года. Фитнес-тренер Украины. Ведите участок. О, супер. О, отлично. Вставайтесь здесь рядом вдвое. Я параллельно снимал ролики для Фейсбука и Инстаграм, потому что я это делаю постоянно. Итак, наши съёмки начинаются. Самый лучший фильм 2017 года. Непонятно. Но для меня понятие мужчина – это мужчина. Это что-то мужественное. Но не может мужчина ходить, фотографировать себя. Так. Телезвезда. Хорошо, не стесняйся. Раз, два, выдох. Хорошо. Это было легко, просто и понятно для меня, но сложно для моей любимой жены. Но она с этим справилась очень-очень хорошо. Руки вверх. Выдохнули. Он публичная личность. Хорошо, он пишет это видео. Бесконечное. Бесконечное. Всё время. Видео, 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 видео. Это раздражает. Добрый, добрый, добрый вечер. С вами Денис Альфа, ведущий эксперт по продажам. Но момент того, что это какая-то, как самая реклама, всё-таки у меня присутствует. Как самые яркие звёзды. Такое похоже на то, что я нужна ему как дополнение, потому что нормальная обёртка, нормально говорит, ну, с толком, я так считаю, про себя. Ну, плюс ещё эмоции какие-то у него там вызывают, сексуального характера или ещё что-то. Теперь я окончательно понимаю, почему он Денис Альфа. Потому что это только о нём. Он снимает, он красуется. Всё должно быть о нём. Он, мне кажется, даже не осознаёт, что он постоянно находится в демонстративной позиции. Конечно, Викторию видно, что это начинает уже немножко подбешивать. Во всяком случае, ей с этим сложно. Я поняла, за что это мне. Тебе очень сильно не понравилось моё задание пожарной части. Ты решил мне отомстить, да? Я тебе не могу мстить. Я люблю тебя, ты же моя жена. И тут сразу противоречие. Влюблённость, и тут он кричит, что я люблю. А тут же, опять-таки, он мной не интересуется. Думаю, блин, ну что за фальш? Я эмоциональный человек. У меня есть душа, у меня есть сердце. И когда то, что важно в моей жизни, не интересует моего мужчину, и меня это раздражает, значит, это не мой тогда мужчина. Я опять молча и сидя. Что тебе говорить, если ты говоришь, что у тебя есть обида? Из всех прошлых отношений с женщиной, если женщина обижалась, то я никогда не выяснял, не копал, что, почему. То есть она либо сама с собой говорила, и мы восстанавливали отношения, либо мы не восстанавливали отношения. Всё достаточно просто. Я тебе сказала, что мне не нравится, что ты не интересуешься моей жизнью, моими привычками, моими родными, моим ребёнком, что для меня самое основное в моей жизни. Если люди женятся, они пытаются узнать друг от друга что-то. Я такой человек вообще не выясняю ничего. И это муж называют? Ты сама определяешь критерии мужа. Я такой, если вырвел, меня менять невозможно. Я тебя не собираюсь менять, я не собираюсь тратить своё время и свою жизнь на то, чтобы кого-то менять. Если человек обиделся, это его проблема. Так я воспринимаю. Ты сказала, тебя заделал. Окей, а что дальше? Фраза, которая меня просто убила. Ну тебя заделай, что дальше? Ну хорошо, заделай тебя. Ну что дальше? Ну больно тебе. Ну что дальше? Ну неприятно тебе. Ну что я могу сделать? Ну так получается? Ну, вот я говорю, цепочка действия. Хорошо. Тебе это не нравится? Ты сказала, тебе это больно. Что дальше? Я не ху**а не маю. Какой-то пи**а. Я мама. У меня есть ребёнок. Для меня это самое важное. Я очень сильно обрадовалась, когда я узнала, что у него тоже есть ребёнок. Что если у человека есть взрослый ребёнок, значит он знает, как себя вести. Что матери важно. Но я не увидела вообще ничего. Ровно ничего. Я не сталкиваюсь с девушками, которые так реагируют. Я не понимаю, что я сейчас чувствую. Парадоксальная ситуация. Страсти есть, чувства есть, любовь есть, а пара разрушается. Люди рано или поздно понимают, почему они одни. Понимают, что их нежелание давать другому искреннего себя, их нежелание давать что-то в отношении меняться, развиваться, становиться вместе лучше, приводит к тому, что они одни. Люди всегда это понимают. Но часто это слишком поздно. Поэтому, если мы хотим дать даже не столько шанс этой паре, сколько Денису, то надо ехать и попытаться достучаться. Здравствуйте. Проходите. Собственно говоря, сразу было понятно, почему они пришли. Как вам кажется, вы знаете женщину, сидящую рядом с вами, которая является вашей женой? Чем она живёт? Что она любит? Какую еду она ест? Какие подарки ей доставляют удовольствие? Какая поза в сексе у неё любимая? Какое день рождения у её дочки? На какой продукт у неё аллергия? Ни на один из этих вопросов я не знаю ответа. За 11 лет проживания с моей первой супругой я бы не ответил ни на один вопрос, который он задал. А это не важно, Денис, расскажи. Нет, мне важно эмоциональное. А что значит эмоциональное? Внутреннее, что я чувствую. Вот когда я вот так вот делаю, что внутреннее я чувствую? Вот готов я с этим человеком жить или не готов? Готов ли ты с этим телом жить? Нет, это не тело. Ну как же не тело, если ты вот сейчас вот показываешь, а просто про тело, всё остальное – это логическое для тебя. Мне кажется, есть очень какие-то простые вещи, которые людей связывают, помимо секса. Когда они чем-то делятся друг с другом, когда они знакомят друг друга с близкими людьми, когда они рассказывают, ну знаешь, какие-то очень-очень простые вещи, из которых и состоит их жизнь. Я понимаю, что когда я не задавал вопрос и не интересовался, я ей сделал больно. Ну да. И она это рассматривала как безразличие, что мне наплевать на её окружение, на её ребёнка. Я хочу попросить вас сделать одну вещь. Вот у вас сейчас будет час времени, чтобы выйти и купить тот подарок, который ваша жена очень хочет. Или который вы считаете, она хочет. Вперёд, а мы пообщаемся пока что ваша жена. Ну наконец-то, ну сейчас вот, наконец-то, сейчас вот будет подарок. Думаю, хоть благодаря Егору что-то он мне подарит. Виктория, как вам кажется, вот сделайте предположение, какой подарок купит и привезёт Дениса. Мне очень сильно понравилось там одно колечко. Ух ты! Я ему попыталась объяснить, какое. Ну, это так, предположение. Потом мы говорили за то, что ребёнок, что хочет большую машину на пульте управления. Задание, которое дал мне Егор, могло, в принципе, меня сжечь. Когда моя любимая жена рассказывала, что скоро хотелось бы ей получить какой-то подарок, что-то яркое. Я почти этого не слышал. Скажите, а вы себя каким человеком видите? Вот агрессивным или не агрессивным? Я думаю, жёстко я разговариваю. Такое. У меня голос не мягенький. То есть это из-за голоса, да? Из-за голоса, из-за того, что жизнь чуть потрепала. В прошлых отношениях где-то я перегибала палку со своим тоном, со своими словами. Просто когда тебе уже не 18, когда ты уже сложившийся, сформировавшийся человек, ну, сложно. Привычка защищаться, да? Ну, не хочется. Больно всегда. Я же не груша для битья. Хочется уже. Потому что защититься. Я не готова идти первая на изменение себя, да, быть нежной, пока не увижу, что он что-то делает. То есть, ну, вот такой, какой-то замкнутый круг. Всем привет. Привет. Я выполнил задание, которое вы поставили. У меня сегодня каша в голове была, говорила о том, что тебе хотелось бы на этот Новый год, но я честно не помню. Вот, не буду врать. Я только запомнил, что твоя любимая дочка хочет машинку на радиоуправление. Да, это сколько? Ну, хорошо, принимается. Принимается, но надо поработать. Ну, а теперь так, это все хорошо. Потом мы купим машинку гораздо побольше, я знаю, какую. При фразе, которую она сказала, получив подарок, не хочется вообще никогда в жизни делать второй подарок. Я ожидал, вообще-то, большие радости. По факту же надо. Ну, так вот, чего реакция такая была? Очень хочется, чтобы он это делал ради меня без подсказки кого-либо. Давайте я скажу, как я бы сказал. Да, скажите. Ты знаешь, я приятно удивлена. Мне очень приятно, что ты запомнил и купил машину. Очень. Спасибо тебе большое. Ты знаешь, я честно тебе скажу, я, конечно, переживаю, чтобы ты это делал не потому, что здесь приехали ведущие, эксперты, а потому, что ты любишь меня. Вообще, это как живительная вода, а то было как пощечина. Я понял. Вроде смысл одинаковый, а формулировка разная. Совсем верно. Совсем верно. Машинка у вас теперь красная есть, дочка подарок хотела, вот что завтра к дочке едете. Я тебе так просто спрашиваю. Нет. Все? Нет, так нет. А почему? Ну, я не знаю. Муж, пожалуйста. Поехали. Подарок у вас точно есть. Серьезно? Да. Да, конечно же, захотел это сделать, потому что зачем подарок, для кого он покупался? Конечно, для ребенка. Ну, поехали. Вика уже согласна привести тебя в свою жизнь, показать тебе самого близкого своего человека. Ты готов познакомить свою жену со своей мамой? Ну, да, конечно. Что с большими глазами? Да, что? Что с большими глазами? Мне у меня такие всегда. Не-не-не, ну ладно. Тогда ты в ужасе. Они не всегда у вас вылазят из орбиты, крутятся. Я очень боюсь. Для меня эти моменты знакомиться с родными, тем более знакомиться с родителями. Это страшно. Это очень страшно для меня. Волнуешься? Да? Да. А что не волнуешься? Ну, потому что... А ну волнуйся быстро. Быстро волнуйся. У меня сейчас страшно становится. Денис, это моя дочь. Классно. Привет. Те же подарки тебе? Спасибо. Новогодние. Не могу сказать, что он себя дома не чувствовал комфортно. Он пришел как к себе домой. Это тоже очень порадовало. Очень порадовало. Ну, говори. Здравствуйте. Моя бабушка. Здравствуйте. Меня зовут Денис. Здравствуйте. Здравствуйте, сын. Буду вот таким муженьком. Думаю, хорошим буду. Бабуся, привет. Доча моя дорога. Будет же зараз нас благословлять. Присаживайся. Бабушка посмотрела в мои представленные глаза, просканировала меня и поняла, что с этим человеком может быть долгий, надежный и стабильный путь. Как тебе мой человек? На лице? Хороший. Я знаю, я что ты сейчас скажешь. Три, три борода. А в середине? То это нужно узнать. Ну, дитина, шо ж. Та я кожна мама, я кожна бабушка. Благословляю на все добре. Хай Господь вам помогает. И Божа мати бережет. И все ангели охранят. Не плачь. Охранители охраняют. Всех больше. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Посмотри, у него даже фары горят. А ну, вперед смотри. Ты поняла? Уже они там с Денисом играются. И в процессе Денис начинает спрашивать, а какие отношения у тебя с мамой? Тоже мне стало важно. Молодец такой. И я думаю, ну, ничего, не все потеряно с этим мужчиной. Как ты думаешь, что я должен делать, чтобы мама каждый день посмехалась? Посмехалась, и ей нужно обнимать. И когда мама сонна, або уставша, або вона занята, то без каких обстоятельств можно торговать. Мама, честно, ну, очень серьезный человек. Дуже с ней не шутить. Она хотела, чтобы меня приняли. Вроде я прошел вот по этому сценарию, который у нас в голове выстроила, и вроде все хорошо прошло. Такая встреча получилась очень теплая. Все очень спокойно, по-семейному, разговариваем. Ребята молодые, до вас гости пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. И заходит моя мама. Гарани, дёхо. Мама, мама. Гарани, пришла Магомеду. Привет. Да, 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 да. Какой-то происходит. Пришла в теплые края, забрать здравствуйте. И такое, я думаю, то ли я, то ли лыжи не езжу. Я не знаю вообще, как так можно. Здравствуйте. Я мама Таня. Я бабочка Таня. Боже, какой сюрприз. Я не удивился. Я думаю, это друзья мои пришли. Мне было неимоверно приятно, потому что все это происходит, как в сказке. Когда вчера эксперты наши задавали вопросы, я сказала, что я боюсь знакомиться с мамой своего мужа. Я его выбор, прямолюбим. Я никогда не скажу, что она плохая или хорошая. Это его выбор, это его. Что вам важно? Ну, уже во мне не буду говорить про невестку. Во мне, чтобы что было? Чтобы я видела на ваших глазах и в устах только улыбку. Мне у тебя смысл не видела. Ну, а по хозяйству может быть что-то? Я не знаю, что-то... Боже, спаси. Вика, я не имею... Я прошла к тебе в гости, я не имею права судить. Пусть будет у тебя полный умывальник. Я стала перемела, молча, и все. По поводу того, что мне со свекровью повезло, это однозначно. То есть невестку она не муштрует, не заставляет что-то делать. Ну, не сделала, приду, сама сделаю. она принимает любую ситуацию. Кулечка, ну, я же тоже хочу, чтобы он уже определился, чтобы была вторая половинка. Ну, тоже же хочется. Ну, я не знаю, но пока мы как-то увидели друг друга как-то так. С первого взгляда. Дай Боже, Доча. Дай Боже, чтобы все было хорошо, чтобы ты мне осталась Эдотей, и я тебе мамой. Дай Боже. Чтобы Машулечка осталась мне внучкой. Я точно стала ближе к Денису, вообще к нему, чем была. Когда ты принимаешь его родных, когда ты видишь, что это не по наружку. Такое доказательство того, что все хорошо. То есть что у него серьезное намерение, что он не балуется. Все, все очень классно. Все классно просто. Знаешь, что здорово? То, что их ждет еще одно романтическое задание. И вот сейчас оно очень уместно. Да, сейчас для него самое время. Да. Целая куча свечей, подушечки, фрукты, шампанское. Ух ты! Какая классная. Ну вот эта вот вся атмосфера такой романтики. Ну, круто все было. Оставалось еще второе задание, которое давал моей любимой жене на сексуальность. Ну, я смотрю, ты такой эмоциональный весь. Прям весь говишь. Да. Я предложил некую такую игру флирта. Разрисовывать друг друга, выражать свои эмоции, выражать все, что есть в голове, для того, чтобы раскрепоститься. и раскрыть всю палитру сексуальности. Все, хорош. А то никакого бодиарта не будет у нас сейчас. Я предложил быть в роли холста для бодиарта. Я сказал, рисуй, твори. Буквально за 5-7 минут Вика так и растворилась в процессе рисования, что она забыла, что она в ярких сексуальных чулках, что она в красной помаде. И все, что происходило дальше, мне очень нравилось, потому что она поплыла, она стала сексуальна, стала раскрываться так, как это должно быть. Задание удовольствия. Мне нравится на тебе рисовать. Это задание было самым ярким в моей жизни. Хватит все с тебя. Я тоже хочу полежать. Вечер был очень хороший, очень сексуальный. Я вёл себя очень спокойно, кормил её виноградом, мандаринами, её аккуратно целовал, это дикое возбуждение разрывало меня на клочки, я просто не мог удержаться. Что ты сейчас чувствуешь? Могу сказать, что я спокойная сейчас. С другой стороны, я совсем неспокойная. Это приятное неспокойствие. То есть тебе это нравится? Да, очень. Я думаю, что он меня устраивает в этом плане полностью, потому что я его хочу. И он меня тоже хочет. Это за счастье. Угу. Это за любовь. У меня возникало огромное горячее желание секса, дикого, страстного секса. Не хотелось всё разорвать, разорвать её чулки, размазать её красную помаду. Я понял, что после второго задания мы будем любить друг друга ночью, этой просто сладострастно, ярко и бизонно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И вы отдаёте своё кольцо нам. Хочется всё-таки вам напомнить, что отношения, вспыхнув, иногда затухают. Вы, взрослые люди, прекрасно об этом знаете. Поэтому всё время в этот огонь нужно подбрасывать дровишки. И эти дровишки иногда связаны с очень простыми какими-то вещами. Денис, ты говорил, что нужно быть внимательнее. Я бы добавила, что нужно открываться больше. Ты, красавица наша ненаглядная, всё правильно поняла. Когда даёшь приказы, в этом случае точно не работает. Когда забываешь хвалить, в этом случае точно всё затухает. я хочу задать вопрос Денис сначала вам. Хотите ли вы оставить кольцо или нет? Пара-папам-папам. Конечно же, хочу оставить кольцо, потому что я её безумно люблю. Вика с Машей переезжают жить в южную столицу Украины, город-герой Одессы. Будем укреплять наш фундамент, строить наше светлое будущее и взращивать свою безумную любовь ещё больше, больше и больше. Ну, это всё очень хорошо. Я не прожила этих семь дней, я жила их. Я получила и опыт, и удовольствие, и где-то такие эмоции, которые я вряд ли бы без вашего проекта пережила бы. Оставим красную помаду у меня на правой щеке. Сделай это малышку. Тебя идёт. Хорошо. Пометила территорию. Так. Вика, ну, всё-таки вопрос вам. Вы хотите оставить кольцо или оставите только помаду, а кольцо отдадите? Без сомнения, оставлю и помаду на щеке, и кольцо. Ты счастлив? Нет, на что ты шепчешь, скажи. Я безумно счастлив. Это уже челюсть. На этом приятные моменты не закончены. Мы хотим вручить вам сертификат, как мы надеемся на прекрасную поездку вас двоих, чудесное солнечное место, где вы можете быть только вдвоём. Денис, хочу обратиться к вам. Вот я надеюсь, что быт, который обязательно будет, реальная жизнь, которая будет, не надломит ваши чувства, не заставит вас сказать, ой, искра пропала и уйти. Мы не сомневались, что будет визуальная сильная симпатия. Но никто не может ожидать возникшей любви. Теперь всё зависит только от Дениса и Вики, как они решат распорядиться теми чувствами, той страстью, которая сейчас совершенно очевидно есть в их отношениях. Спасибо. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры и Субтитры Ну, ты же меня держишь? Довольна, что ты приехала в Одессу. Очень довольна. Все очень-очень ярко, потому что после проекта все еще усилилось по эмоциям. Любви стало еще больше, мы больше наполнены, больше проводим время друг с другом. Мне очень нравится, что Вика полюбила Одессу так, как я, и готова переезжать сюда. Ну, по крайней мере, хочется, чтобы все получилось. Еще раз. Я, как всегда, красивее тебя. Ну, что поделать. Я так люблю эти закономерности. Ты же королева. Да. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин